Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 сентября, я по-прежнему собираю свои томаты. Вот сейчас хочу показать еще раз сорт Пузата Хата. Вот сегодня собрала с улицы последние томаты. Тут и спелые, сняла и бурые уже, потому что уже у нас холодно ночами, и несколько зеленых не дозрело. И я хочу рассказать о этом сорте еще раз. В прошлом году я о нем рассказывала, но сегодня хочу именно рассказать о нем в свете того, что есть еще один сорт, который очень-очень похож на этот сорт. Вот видите, если бы я их положила вместе вот сюда и перемешала, то эти сорта даже я не смогла бы отличить друг от друга, потому что одинаковый цвет, одинаковая форма. Расскажу о нем сейчас чуть-чуть попозже. Сейчас несколько слов про Пузату Хату. Кто, может быть, в прошлом году не видел мой видеообзор этого сорта... Ой, сейчас подождите, я приближу маленько, чтобы видно было. Вот смотрите, это обычный индотерминатный сорт, который можно выращивать и в открытом грунте, и в теплице. Это не коллекционный, не какой-то ранний. Семена его продаются у нас в магазине. Он, единственное, он отличается тем, что вот такая вот уникальная грушевидная форма, и форма эта тоже бывает очень-очень разная. Вот видите, вот грушевидная форма. Может быть, груша ребристая, может быть, груша на этом же кустике совсем почти гладкая, но вообще она, конечно, должна быть гофрированная с ребрышками и с гранями, но бывают и вот такие, это все с одного куста, бывают и совсем гофрированные, как вот похоже на алатаргинскую красавицу или еще на что-то. Бывают вот такие сильно гофрированные, бывают не очень. Ну, короче, разнообразие различных форм всякие, но все равно у каждого плода вот эти вот грани все равно есть. Как бы, но только единственное, что какие-то круглые, как действительно вот грушевидные, а какие-то как приплюснутые, могут быть даже как гребешком. И вот последние вот у меня зеленые, которые не доспели, смотрите, очень такая характерная форма, вот эта форма фузата хата. Этот сорт у нас считается ранним, и если его посеять вовремя, то он спеет, начинает спеть очень рано, но у него есть такое достоинство, продолжительное плодоношение. Многие мы хотим, чтобы у нас весь сезон, не только рано, но и поздно были томаты. И вот видите, сейчас в сентябре томаты очень хорошие, еще такого неплохого веса, не белкота, а вот именно такие хорошие, видите, какие спеют. Вообще у них вес указан до 300 грамм, но, конечно, они бывают разные. Есть и вот такой, который грамм 200 с лишним, на этом же кустики чуть повыше могут быть и вот такие. Есть грушки совсем как трюфеля. Все это пузата хата, очень разнообразная, очень декоративная, урожайная. Много-много-много обычно плодов формирует один куст. Урожайность производителем указывается от 9 до 11 килограмм на метр квадратный. В два ствола нужно вести, обязательно нужно посынковать. И сейчас покажу второй сорт, про который я говорила, что его очень, ну, можно перепутать. Это 100 пудов. Такая же грушевидная форма, такой же вес, 250 граммов до 350, так же индотерминатный, так же в два ствола ведем, так же 9 килограмм на метр квадратный. Но про этот сорт, он у меня впервые новинка в этом году. Вот тот сорт пузата хата, я испробовала его и в теплице, и на улице, везде прекрасно растет. Но про сорт 100 пудов, вот обратите внимание, производитель пишет, что этот сорт для открытого грунта в южных регионах, а у нас, вот, средняя полоса, там, Сибирь, для теплиц. Я специально высадила в этом году его на улицу испытать, вызреет или нет. Он хоть и поздно, вот сейчас сентябрь, но все равно у меня вызрел такие же. То же самое я могу сказать, что груши могут быть не сильно ребристые, могут быть совсем ребристые, как труфеля различной формы. И вот на внешний вид он не сильно различается. Единственное различие, я вот сказала вам, что этот пузата хата можно везде и во всех регионах выращивать, а этот указан для теплиц. И еще по срокам созревания, пузата хата у вас поспеет намного раньше, потому что он считается ранним, а 100 пудов он считается среднеспелым. И вот смотрите, многие мне нынче писали, что не можем, ну покажите пузату хату, совсем не можем отличить и 100 пудов, и пузата хата. И я вот вам сейчас объяснила, ответила на этот вопрос, что если их положить в одну корзинку и не знать, мне кажется, даже специалист не всегда разлечит, ну чем они отличаются, у них почти нет различий по внешнему виду. Они одинаковые, различаются только по срокам созревания, и потому что указано, что 100 пудов более вероятно, как хуже переносит холод, потому что он рекомендован для нашего региона, вот для сибирского, на улице. Вот у меня только начал зреть он, вот сейчас сентябрь, в первой декаде сентября он только поспел, вот этот 100 пудов томат, а пузата хата в это время уже последняя, она была летом, был июль, август, и вот в сентябре я собрала сейчас самые последние, даже зеленые, зеленые вот это вот. Сейчас я быстренько разрежу пузату хату, чтобы показать вам внутренности ее. Но вот у пузатых хаты и у всех, у этих гофрированных, вот в прошлом году было грибное лукошко. Вот видите, на разрез, везде пишут, что она мясистая, конечно, это вот такой томат уже относится к сладким мясистым, но дело в том, что он у нас одновременно и мясистый, и сочный. Мякоть не суховатая, как бывает у некоторых, вот я разрезала вам лукошко, там семян почти нет, и из-за этого мякоть чуть-чуть менее сочная. Вот здесь семенные камеры хорошо наполнены семенами, мякоть сочная, вкус сладкий, кислинка не присутствует, но я вот это сильно спелой разрезала. Если разрежете вот в таком состоянии, может быть, будет кислый. А, вот в таких гофрированных, которые сильно гофрированы, вот и грибное лукошко, иногда разрезаешь, вот это бывает недостаток. Иногда там пустота вот в этих гребешках, сейчас посмотрим, а вот, ага. Вот смотрите, когда сильно вот такие гребенчатые, видите, в семенных камерах пустые пазухи образуются. Иногда они еле заметно, а иногда вот в прошлом году грибное лукошко, которое сильно было такое гофрированное, разрезаешь, половина плода пустое. Вот это считается небольшим, вот я считаю, небольшим недостатком, потому что, когда в салат начинаешь резать, они как бы пустотелые. Вообще, сорт пузата хата, конечно, поражает своей урожайностью, но насчет вот применения, конечно, его можно и в соки, и в лечо, везде пустить. Но консервировать, для цельноплодного консервирования у него вот первые, которые летом плоды были, конечно, они сильно велики. И они вот из-за таких причудливых форм, их иногда сложно напихать в банку плотно, получается, что там три томата, их только кусочками, наверное. Но каждый по-всякому приспосабливается, кто-то кусками консервирует, кто-то вообще отказывается такие гофрированные консервировать. Ну, вот это пузата хата.